Привет зрители! Сегодня вас ждет интересная история с Renault Logan Stepway, который оснащен вариатором. Это новая трансмиссия для этого автомобиля и очень интересная, как она себя зарекомендует. Попробую я даже на off-road съедить. Ну а сегодня разгон и ждет вас целых три варианта разгона. И сперва мы остановимся перед знаком стоп, а все потому что есть для этого повод. Компания Гренков выпустила новые Гренки Лонг, которые теперь стали еще длиннее, еще вкуснее. Это самые длинные снеки на нашем рынке. Очень круто, а когда открываешь пачку, у тебя буквально сбивает с ног невероятный аромат. Поэтому следующее мое видео предлагаю смотреть именно под Гренки Гренков. Попробуйте и действительно не пожалеете. Невероятный вкус. Подкрепились, педаль в пол. Что? 13 с лишним секунд до сотни? Да он же не едет! Уже понеслись комментарии. И я скажу вам, друзья, так. На самом деле все совсем по-другому. Поехали на наше любимое место. Попробуем разогнаться в реальном режиме. Все включено. Кондиционер. ESP. Проверим, на что способен автомобиль. Сейчас, как вы понимаете, динамика разгона ничем не лучше, чем у механического варианта этого автомобиля. Но там мешает что? ESP. Здесь же ESP отключается. И это, конечно, подспорье некое. Но в то же время вариатор работает совсем по-другому. Буквально несколько секунд. И мы с вами реально испытаем возможности. Renault Logan Stepway в нашем привычном формате. Итак, останавливаюсь в этом месте. И попробую, друзья, разогнаться с одной педали, как обычный человек. Обратите внимание на переключение передач. 5500 и следующая передача. 5500 в следующая передача. Вариатор очень интересно работает. Он настроен, ну, пожалуй, наилучшим образом. А все потому, что при интенсивном разгоне меняет передачи. А если ехать плавно, то работает как классический вид трансмиссии данного типа. Позволяя изменять скорость без изменения оборотов. То есть подробнее я обязательно расскажу в видео. Кстати, да, вы сейчас увидели обычные результаты по замеру. Очень я волнуюсь. Очень много контента готовлю. Действительно очень интересный момент. И смотрите, если мы будем ехать в D-режиме, благодаря вот именно этой настройке, получается совсем другая динамика разгона. Вот такие вот дела, да. Это почти что паспорт. Около 12 секунд машина едет. Все по-честному. Ну, а что ж такое? В чем причина? В мануальном режиме вроде бы спорта здесь нет. Почему такое отставание? А фишка очень проста. Включаем мы нейтраль. И посмотрите на тахометр. Он зависает как раз на отметке 5500. И потом как бы нехотя докручивает мотор. Получается именно из-за этого зависания специфичного. М-режим медленнее, чем стандартный драйв. Так что давите тапку в пол, что называется. Атакуйте дорожные условия. Заставляйте автомобили работать, чтобы подвеска тоже во всем диапазоне получала тумаки. Тем самым она максимально эффективно изнашивается. Да, вот такое слово. Максимально эффективно изнашивается. Потому что кто еле-еле по ухабам ездит, тот подвеску чинит чаще. Вот такой вот нонсенс. Но про это мы поговорим в каком-нибудь другом. Видео Renault Logan Stepway создан для наших раздолбанных дорог. Все равно в этом плане сделало правильно. Ну а динамику сегодня изучили. Гренками похрустели. Напомню, это очень вкусный продукт. Всем рекомендую. Личное мое мнение. В данном случае must buy. Заказывайте. Ссылки на сайт в описании. И наслаждайтесь вкусом. Жду вас в комментариях. Попробуйте и оцените продукт Гренков.